Изначально в повестке дня сессии был 41 вопрос, но уже в самом начале заседания, взявши слово депутат Ренат Закиров, предложил помимо них первым делом рассмотреть тему языка. Напомним, ранее ряд депутатов Госдумы внесли законопроект о внесении изменений в закон об образовании, по которым изучение в школе национально-государственных языков российских регионов станет добровольным. Ренат Закиров предложил, чтобы госсовет направил председателю Госдумы Вячеславу Володину обращение с протестом против этого законопроекта. Сегодня татарский народ должен встать на защиту своего языка. В истории татар было много трудностей, но наш народ никогда не падал духом. На эту тему захотели высказаться более 10 депутатов. Все не поддержали данное обращение. Если мы разведем изучение родного языка до уровня факультатива, будущим поколениям грозит утрата родных языков и своей национальной идентичности. Народы, проживающие в национальных республиках, изучают второй государственный язык, как язык уважения и взаимопонимания. Мы прекрасно осознаем, что нелегко учить татарский, башкирский, чеченский, тувинский, но иначе Россию не сделаешь великой страной. Ко мне очень часто обращаются мои соплеменники, чуваши. Это бесконечные звонки и личные обращения. И все они связаны именно с новым законопроектом, внесенным в Государственную Думу Российской Федерации 10 апреля текущего года. Родным языкам, по которым и идентифицируется наша национальность, дают отставку в школьной программе. Сводят их к факультативу выбору кройки и шитья, что ли. Похоже, данные депутаты явно поторопились и не дают себе отчета, куда они гнут. Фарид Мухаммедшин также отметил, что с этим законопроектом думские депутаты поторопились. Я хочу поблагодарить за выдержанный, сдержанный тон обсуждения, включенного вот так, ну мне кажется, спонтанного, внепланового, на заседании Государственного Совета вопросов. Найти вместе с федеральным центром, с органами, министерствами, которые этой проблематикой занимаются, то решение, которое и сохранит языки многонациональной России, и не ущемлять будет российский, русский государственный язык. Наша мудрость будет в том, чтобы мы вместе с Министерством образования Российской Федерации, с коллегами из Государственной Думы найдем такое решение, чтобы мы государственные языки национальных республик изучали у себя в регионах. Депутаты почти единогласно проголосовали за это обращение. Парламентарии надеются, что этот призыв будет услышан их думскими коллегами. На этом у меня пока все. Дмитрий Айринин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова